Приветствую вас, мои дорогие друзья! Снова с вами Евгения, второй сайт magexpert.org, как обычно. И как обычно мы будем очередную карту Бадзе сейчас с вами анализировать. Речь пойдет о неком Анжело Торресе. Да, Анжело Торрес. Кто такой вообще? И почему я заинтересовалась его картой? Дело в том, что там вот промелькнуло у Собчак какое-то типа журналистское расследование о неком колумбийце Лавеласе, страшном Альфонсе и Джигалу, который разводил богатеньких российских дамочек, обещая на них жениться и нарожать кучу детишек. И все бы хорошо, если бы он обещал это одной женщине, но он окучивал просто какое-то неимоверное количество девчат. Это, конечно, ржака. Я понимаю, что, может быть, этим женщинам не смешно. Многие из них говорят, что искренне в него влюблялись, особенно узнав от него же, что он якобы наследник каких-то колумбийских бизнесменов, и что у него там огромный бизнес, наследство и все такое. Он как же ж не влюбиться в такого красавца? Ну да. Особенно, когда он говорит, давай ты родишь мне детей, а давай поженимся. Девчонки, когда вам мужчины такое говорят, разводят, как пить дать. Потому что у всех этих пикаперов, лавеласов, альфонсов есть методички, по которым они, собственно говоря, окучивают девчуль. И в этой методичке, да, так и надо действовать, обещать жениться. Я серьезно не жениться. И давай сразу рожать детей. То есть пошли займемся тем, после чего рождаются дети. Другими словами. Проблема в том, что женщины ведь на это очень легко ведутся. И когда женщина думает, что он серьезный, он хочет жениться, он хочет детей. Боже, какой хороший человек. А еще и такой богатый. А еще и такой красивый. Ну как же не дать? Ой, ножки быстро раздвигаются, поверьте. А этому товарищу только этого и надо. А после того, как заглянул в трусы, девчули. Не, ну если вы подарков еще надарите каких-нибудь в придачу, может быть, он надольше задержится. Рядышком. Но в целом, вы же понимаете, что за персонаж. Ну и вообще, какой мужчина в здравом уме, в здравом уме и при доброй памяти, впервые увидев женщину, будет предлагать ей жениться и заводить детей. Ну правильно, ни один адекватный мужчина, серьезный, реальный, не будет делать подобных предложений. Потому что человека для начала надо бы как-то узнать поближе. Чем дышит, чем живет, подходит тебе, не подходит. И вообще, надо ли жениться в принципе на ком-то. Ну вот. Поэтому это все, конечно, не серьезно. К тому же, я как психолог, как таролог, очень часто имею дело с вот такими обманутыми женщинами. И я уже даже по самой заявке, по самому письму вижу. О, ха-ха-ха! Ну тут же и все понятно. С кем имеем дело? Мне даже карты уже раскладывать не надо. Ну вот так. Значит. Такое долгое вступление, если честно. Давайте перейдем к карте. Что же у нас тут говорит про то, что мы имеем дело с таким вот прям альфонсом и таким прям лаварем террористом. Ну, начнем с господина дня, как всегда. Господин дня, у нас здесь дерево. Дзя, в общем-то, любит быть заметным, привлекательным, очаровательным, ярким. Ну, дерево, оно же высоко растет, и оно со всех сторон должно быть заметным. И очень любит корни пускать, да, вот, большую территорию занимать собой своими ветвями, своими корнями и высасывать соки из этой самой земли. А что такое земля для дерева дзя в мужской токарте? Ну, деньги, разумеется, да, но еще это и женщины. Так вот, этот дзя будет из женщин все соки выжимать сегодня по всему. Угу. Что еще интересного? Я так глянула на этого персонажика. Ну, действительно, такой высоченький, парнишка заметный, симпатичный, на цыгана, если что, похож. Ну, такой испанец, горячий, темпераментный, да. Такой вот прям кучерявенький. А дзя действительно иногда показывает людей немножко таких кучерявеньких, если, если тут же в карте, в открытых небесных стволах нет какого-нибудь гена или синя с водой какой-нибудь в придачу, потому что это лысые ребята. А когда у нас вот тут много деревца, это вот такие кучерявенькие. Так вот, вообще дзя у нас лидеры по своей природе. Очень упрямые ребята. всегда стоят на своем и спорят. Что-то там кому-то доказывают и переубедить их невозможно. Ребята абсолютно негибкие. Они не гнутся, они только ломаются. И дереву всегда нужно куда-то расти, развиваться. В общем, ему всегда всего мало. Сидит это дерево здесь на собаке. Собака здесь во дворце здоровья, тела, дома и брака. Ну, конечно, мы можем предположить, что в доме у этого человека может быть собачка. Это как вариант интерпретации. Я видела реализацию этого. Действительно, очень часто в доме бывает собака. То есть, люди-собачники по своей природе. Но собака это же кобель. Во дворце брака мы видим кобеля кобелину. Да-да. Но это же земля для дерева. Земля это богатство, то есть мешок денег. Ему нужно жениться только на богатой женщине, которую он будет всячески контролировать. Она будет подчиняться. Фазы здесь эмбрион. Плодовитый парень. Да. Детей делать гораст. Ну-ка, беляка. Ничего не могу сказать против. Есть такое дело. Значит, да. А что по звездочкам давайте глянем быстренько. Благородный госпечати прославится товарищ. Из всех утюгов про него говорить даже сама собчак про него расскажет. Хранилищи ну, это либо доступ к сокровищам у человека и сидит на большом богатстве. То есть, его цель по жизни жениться на очень богатой женщине, которая всю жизнь будет его содержать. Ну, в принципе, ничего плохого я в этом не вижу. Хорошее желание. Почему нет, когда да? Знаете ли, почему мужчина не может продать свою молодость и красоту? И другие таланты. А они у него, судя по всему, есть. Раз девчули так заподдали. вот. Так, что у нас здесь еще с хранилищем то с этим может быть связано? Ну, конечно же, хранилище может оказаться ямой. Да. Хранилище может оказаться тюрьмой в один не очень прекрасный момент в его жизни. Также мы видим здесь летящий нож. Ну, это такая травмоопасная звездочка может случиться с ним какой-нибудь такой неприятный случай ранящий его тело, то есть здоровье может пострадать. Тем более, что здесь и небесный доктор рядышком. Это либо у человека есть какой-то талант целителя, врачевателя, знания в медицине могут быть какие-то определенные, либо человеку по жизни придется как-то иметь дело с врачами. Небесная радость еще у него тут красный фонарь. Проститут другими словами. Ну, сети неба, да, есть у него сети неба, потому что свинья есть в столпе года, а это как раз эти самые сети и включаются у него. Но эти сети могут давать брак, но могут давать и тюрьму. Либо вот какой-то попадал может с ним приключиться. Так, хорошо, давайте на месяц глянем быстренько. Месяц у нас разные штуки отвечают. В основном это родительский столб, показывает родительскую семью, может обозначать сестер, братьев, каких-нибудь других родственников, близких. Также друзей может обозначать, коллег по работе, обозначать начальство всякое разное тоже показывает этот столб. И супругов, супругов, да. Но основная функция это профессия и карьера человека. И что мы здесь видим? Косое богатство. Слушайте, мы тут недавно рассматривали карту Шибуддинова, вот у него тоже был дзя, господин дня, и рядышком стояло косое богатство. И мы говорили, что вот предприниматель, да, это тоже предприниматель, у него тоже свой бизнес, только продает он не знания, продает красный фонарь, тело продает свое, понимаете в чем дело? Вот, косое богатство это стремление подсуетиться, поднять бабла, прижениться на богатой дамочке, вот, плюс косое богатство это, конечно, любовницы в мужской карте, любовницы, 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 почему нет, когда да, ну, прям вот, осудили мужчину, за что, ну, осчастливил много женщин, то, что там они слишком много бы хотели его в постоянное пользование и бесплатно, чтоб он еще и содержал, ну, не угадали, у него другая схема, ну, вот и все, ну, как бы просто неправильно друг друга поняли, вот, косое богатство еще, конечно, обозначает то, что человек очень жадный этот, очень жадный, сидит это косое богатство на тигре у него, тигр, а, да, кстати, косое богатство еще может обозначать, что он действительно может быть из богатого семейства, ну, может иметь такое происхождение из богатой семьи, вот, может быть, в этом он не особо там врал, но другое задержит ли его эта семья, или сказала так, все на свои хлеба. Ты уже взрослый мальчик, давай там, суете сиди. Езжай в свою Россию. А, кстати, да, в России что, хорошо ему, потому что девчонки-то доступные. Ха-ха-ха. Вот это рай. Вот это он хорошо попал, я думаю. Так, значит, сидит его косое богатство на тигре. А тигр вместе с собакой, когда будет появляться лошадь, будет уходить в огонь. В огонь. А огонь для него дух удовольствия или ранение чиновника. Ну, самовыражение. Детей может давать, да, самовыражение. Творчество там какое-нибудь. Зажигать будет этот парень. Круто. Но он, в принципе, такой горячий, как я поняла, да, зажигательный товарищ. На виолончельке играет. На гитаре, наверное, тоже умеет. Поет красиво. Ой, да что ты. Ну. Так, ну вот этот вот тигр, на самом деле, это же богатый вельможа в доспехах, требующих себе уважения. Но он такой, видать, умеет подрассказать о себе красиво. Какой он крутой, какой он классный, из какой он там семьи очень богатой и уважаемой. в его там этой самой Колумбии. Ну, ему бы с вот этой его картой не по бабам бы бегать, а хорошую классную карьеру мог бы сделать. Причём вот где-то вот в органах. Ну, я имею в виду в армии, в полиции, налоговой полиции. Вот его карта очень хороша для налоговой полиции. Мог бы там хорошо подняться по службе. Так, да, кстати, ещё очень интересный моментик сразу пропустила, но сейчас вот вспомнила. Вот этот вот Дзяна собаки. Собака же, это у нас армия, да? Солдатики, все дела. Но это ещё и армия поклонников, а в его случае армия поклонниц. Хм-хм-хм. Вот оно что. И он над ними генерал. Вот такой вот интересный товарищ. И ещё тоже обратите внимание на то, что его столб месяца это антидубликат, ну, перевёртыш, я имею в виду, потому что антидубликат это когда сталкиваются, могут сталкиваться между собой столпы. А здесь перевёртыш такой, да, вот такой антидубликат. Дубликат наоборот. Ну, в общем, интересно тут поза 69, судя по всему, любимая. Извините мне мои фантазии. Так, значит, служба, фаза и рождение. Ну, с рождением, я думаю, всё ясно, парень действительно плодовитый. Вот, если девчонки хотели от него красивых детишек получить? Ну, получили. Чё, жалуетесь теперь? Радуйтесь. Мужчина сейчас ливил, детей вам подарил. Шо вам ещё надобно? Эх, да, женщины, видишь ли, хотят большего. Тоже жадные, тоже жадные. Хотят вот в постоянное пользование мужичка, а он не могёт, у него красный фонарь, у него этих девчонок целая толпа в виде собаки. Пока всех оббегаешь, всех осеменишь, ух, куда ж постоянное пользование к одной? Не-не-не, это не вариант. Так, ну, нет, если она очень богатая, он, конечно, может пожертвовать собой ради такого дела, но всё равно будет изменять, потому что косое богатство, да, это бабы, бабы, ещё раз бабы. Так, звезда счастья, у него тут благородное богатство, получательный, ну, фартовый парнишка, да, будут его задаривать подарками, конечно же, и вознаграждение десяти небесных стволов здесь. Да, если придёт благородный человек, то ему, конечно, придётся не сладко, думаю, по шапке получит, однако. Так, одинокая планета, ну, скиталец, скиталец, жить-то нигде ему, вот и пристраивается, как может, то на одну ночку к одной, то на другую ночку к другой, ну, а вообще одинокая планета, это, конечно, мужчина, который впрымый приходит к женщине, на территории женщины живёт. Так, демон уничтожения, ну, похоронные двери у него здесь, пять духов, обманщик, конечно, страшный, ошибка иньян, ну, мы просто друг друга неправильно поняли, я такого не говорил, а как я могу быть уверен, что это мои дети? Ну, вот вам и ошибка иньян. Ошибка иньян, это типичный, вот этот, вот базовый гендерный конфликт, он состоит в чём? В том, что мужчины хотят пойметь всё, и чтоб им за это ничего не было, а женщины хотят, наоборот, не дать ничего, но при этом забрать всё у мужчины. Ну, вот на этом они не сходятся, понятное дело, между ними возникает конфликт, и моя твоя не понимая, интересы разные, цели разные у людей в отношениях, вот и всё, этому просто погулять, а женщина замуж хочет, детей, семью, ну, понятное дело, что их интересы не сходятся в данном случае, вот вам и ошибка иньян, конфликты с женщинами, конечно, ему обеспечены по жизни. Так, что дальше, в столпе года у него грабитель богатства, вот вам и альфонс, косое богатство, да, и грабитель богатства, косое богатство любовницы, грабитель богатства, он их грабит, вот и всё. Карта Бадзи у него такая, вот и что ты будешь делать? Не, он, конечно, мог пойти предпринимателей стричь в налоговую инспекцию, ну, ну, наверное, не в России, а в какой-то другой стране, в своей, да, может быть, там бы его и взяли. А так, как смог, так и реализовал свою карту Бадзи. В общем, грабитель богатства, конечно же, во-первых, работает как в одну сторону, так и в другую, то есть, мало того, что он кого-то может грабить, так и его могут ограбить, разумеется. Разумеется. Плюс грабитель богатства это конкуренция. То есть, мужчина понимает интуитивно, что удержать одну женщину ему будет сложно в отношениях, потому что женщина может рано или поздно уйти к другому, изменить это, ну, это, знаете, он же предприниматель у нас, да, такой вот бизнесмен красного фонаря. Ну, так вот, логика у него какая? Складывать все яйца в одну корзинку? Ну, камон! Это же не по фэн-шуй. Так нельзя. Нужно диверсифицировать. Это же основное правило в любом бизнесе. Надо яйца по разным корзинкам разложить. Вот и все. Вот мы имеем Лавелласа и Альфонса, которые раскладывают свои яйца по разным корзинкам и правильно делают. Потому что, ну, с его точки зрения так логично, так правильно, так должно быть. Потому что вкладываться в одну женщину это ненадежно. Вот ты в нее вкладываешься, 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 детей с ними, с этой женщиной, значит, делаешь. И живешь такой, ни о чем не думаешь. А она бац, потом говорит, все, надоел ты мне, разлюбила я тебя, вали отсюда. И ты с одним чемоданчиком, да, пара носочков, пара трусишек, уходишь в своясье, в туман. А она вот в этот дом, в который ты все вкладывал, всю душу отдавал, потом приводит другого мужика. Не, ну вообще. И это все к твоим детям, которых вот-вот-вот, ты понимаешь ли, наделал. Вот как такой поворот пережить? Не-не-не, надо превентивные методы предпринять, чтобы такого с ним не произошло. Ну и вот, вместо того, чтобы вкладываться в одну женщину, он вкладывается во всех сразу. Но только не он вкладывается, а делает так, чтобы они в него вкладывались. Вот и все. Вот такая вот у него интересная здесь история развернулась в карте Бадзу. Прямо смотрите, как запрограммирован интересный этот парень. Так, грабитель богатства у него в инском дереве. Инское дерево это же еще это лиана, да, которая вокруг вьется, паразитирует на других людях. Ну окей. Мягко очень стелит, потом жестко спать. Такой прям дипломат, дипломат. Красиво заливать умеет, да. Хитрый, безусловно. Хитрун еще тот. Врун, конечно, да. Ну еще бы. Надо же женщинам красиво на уши лапшу развесить, чтобы повелась. Это талант по большому то счету. Ну и вот. Также у нас это веревки. Веревки. Связи и риск быть стреноженным. То есть, что его все-таки рано или поздно кто-нибудь захомутает. сидит этот грабитель богатства у него на свинье. А свинья это у нас семья. Ну постелька. Мужчина, женщина под одеяльцем кувыркаются там радостно. чтобы родить ребеночка до рождения фаза. Ну и фаза смерть здесь тоже. Да играется рано или поздно. Что какой-нибудь папаша горячий или чей-нибудь брат все-таки в лесок его и завезет. И скажет женись хороняка ты по что боярыню обидел. И под угрозой смерти конечно да может и прижениться если невеста богатая окажется. Ну проблема состоит в том что на Руси как-то вот мужчины отцы и братья не особо-то за своих женщин переживают. И с кинжалами ни за кем не бегают в отличие от других национальностей. Так поэтому колумбийцу в России очень нравится. Да никто особо в пятый угол не загоняет. Бабы дают легко и радостно ну а потом как-нибудь рассосется само собой. Значит так значит так со свинью я думаю у нас все понятно но вот этот столб инское дерево и свинья очень часто фигурирует у людей которые ну являются жертвами киднеппинга. Почему я и говорю что его кто-нибудь там может в лесок завести. Да могут могут так что пускай пока радуется бегает на свободе но рано или поздно он может куда-нибудь вот так вот попасть и конкретно либо в тюрьму может загреметь потому что вот веревки и сети неба в его карте и вот эти вельможи в доспехах требующих себе уважения то бишь товарищи в погонах к нему могут нагрянуть да доиграется вот не на ту девушку нарвется и доиграется может такое с ним приключиться так давайте еще глянем что что-что-что у нас тут по звездочкам о звездочке читальный зал ну такой в принципе образование у него есть и литературный талант у него заливать красиво рассказывать сказки о это оно демон грабежа с грабителем богатства ой гоп-стопщик какой-то прям вымогатель он говорит что он не просил ни у кого подарков они сами ему эти подарки дарили ну конечно конечно так я и поверила кровавый клинок кровавый клинок ну тут вообще вымогательство и киднеппинг не знаю что это может либо с ним приключиться либо он что-то такое может выкинуть как знать как знать но вообще кровавый клинок это про ранение тела про операции какие-то про травмы всевозможные и про разрывы отношений конечно же для семейных отношений это плохо то есть человек может быть разведенным часто у него разрывы отношений могут случаться и так далее небесная радость у него здесь и благородное счастье так по взаимодействию что я про огонь про тригон огня сказала про собаку тигра и лошадь когда будет появляться на горизонте и еще пару слов надо сказать про тигра и свинью они ведь тоже сливаются у нас любят друг друга но его профессия это нравится социуму нравится людям и потихоньку грабить этот самый социум тех людей которым он нравится а в небесных стволах здесь только столкновение с косым богатством у господина дня ну это вообще-то джага-джага с любовницей да с любовницами в его случае потому потому как у дзя земли много как мы знаем целых четыре ветви и того мало надо больше то есть это такой вот да типичный султан у которого три жены и кроме этих жен еще куча наложниц ну как бы винить человека в том что вот он такой ну это его природа он по-другому наверное не может существовать так запрограммирован свыше но если говорить о вариациях потому что вот люди с одной и той же карты ну не все же одинаковые правда карты у них одинаковые а судьбы могут чем-то отличаться так вот про налогового инспектора я уже сказала он также мог бы допустим в какой-нибудь бандите парикетером быть и заниматься киднеппингом то есть каких-нибудь предпринимателей в лесок завозить и демон грабежа с грабителем богат своим кровавым клинком кошелек или жизнь да то есть заниматься вымогательством так что он свою карту еще таким самым безобидным образом реализовал но я вот так скажу что вообще вот эта вся история с лавеласами и альфонсами это вот как история с МММ ну с какой-нибудь финансовой пирамидой или с какой-нибудь там я не знаю тоже а-ля Леной Блиновской ну люди сами несут туда деньги да то есть люди сами как-то соблазняются ну и вот женщины эти которые с ним вступали в отношения ну их же ответственность здесь тоже есть он же их не насиловал в конце концу они они сами ему давали все что он хотел так какие к мужчине могут быть претензии в том что он обманывал ну так это как понять что мужчина врет мужчина открывает рот мужчины всегда врут ну как бы с детства учатся этому ремеслу мужчинам верить себя не уважать надо же не на слова обращать внимание на действия мужчины вот и потом принимать решение согласна ты этого мужчину как-то к себе ближе подпустить или ну его нафиг пускай где-то там на дальней орбите вертится так что часть ответственности все-таки лежит на пострадавших ну и для этих женщин это конечно опыт на будущее будут знать ну или знаете ли опять будут верить в прекрасное в чудо и а вдруг человек хороший да женская наивность не имеет границ и разумных пределов так девчонки не обижайтесь на меня я немножко подтруниваю подсмеиваюсь потому что столько уже насмотрелось на своих консультациях уже как бы да возникает некоторая ирония по этому поводу у меня даже был случай в практике сейчас поделюсь с вами такой историей после очередной моей вот такой вот консультации где я рассказываю правду про мужчин одна девушка мне написала что нет этого не может быть вы все врете это не так он хороший это вы несчастная женщина лузерша неудачница мужененавистница ну как же конечно да 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 ну вот дело кончилось тем что годика так через два она мне снова написала и сказала ну да хорошо вы оказались правы а то елы-палы чтоб я не оказалась правой ну я же как говорится не первый день замужем ну вот у меня же ни одна клиентка и ни одна такая история за плечами я уже в чудеса не верю вот в этот мир радужных единорушков когда женщины начинают там кого-то идеализировать какого-то очередного мужчинчика а карты показывают что о-хо-хо-хо та-там еще тот персонаж то ничего кроме иронии в этот момент в моей голове не возникает и сожаление что девочки такие наивные такие глупенькие дурочки бывают ну вот пока не обожгутся потом может быть все ж таки ума как-то добавится все через это проходили все на кухне плакали или там в подушку рыдали по ночам это нормально так ну все хватит этой философии надеюсь что будем еще смотреть в этой карте наверное ничего такт удачи у него грабителя богатся ну то есть чувак хорошо так щипает курочек у него дубликат кстати говоря такт удачи является дубликатом к столпу года это не есть гуд к тому же это самонаказание у него две свиньи видят друг друга и вступают в самонаказание а это постели то есть да и вот эти семейные все дрязнки грязное белье которое будет перемываться тут и перемываться ну фазы такие же рождения и смерть звезды те же самые только здесь еще буйня добавляется ну и десять духов таланта ну а на таких низких фазах по большому счету ни о чем я так понимаю что-то там жениться на ком-то собирается у него вроде бы как была жена и там то ли двое то ли трое детей не помню сейчас но он с ней вроде разошелся вроде-вроде и теперь вроде-вроде планирует жениться на какой-то там невесте ну в принципе да такое с ним может приключиться потому что все-таки сети неба и хранилище у него в карте есть а свинья это семья а инское дерево это узы получается семейные узы узы гименея так что вполне возможно приженится все-таки на ком-то до 2028 года все может быть все может статься год 24 у него братство очень много людей вокруг него и очень много людей о нем узнают и все это братство у него на драконе а дракон сталкивается с собакой собакой во дворце брак ну либо его брак рушится в этом году его отношения личные с кем-то рушатся в этом году но в то же время и вступить в брак он тоже может в этом году потому что дракон и собака это сети ада и небес на вот этой ноте я пожалуй буду закругляться и так слишком много времени мы на этого альфонсика потратили он собственно говоря того не стоил но просто было интересно увидеть карту именно альфонсо да вот что может в карте бадзы мужчины на это все указывать и вот мы с вами увидели засим откланиваюсь надеюсь встретимся в следующем видео сюжетике пока все до свидания удачи удачи Продолжение следует...